Пчелы удивляют мир своим неординарным танцем, известным как виляющий танец. Этот сложный ритуал, созданный эволюцией, позволяет пчелам общаться и передавать жизненно важную информацию не только о находке нектара, но и о местах для нового жилья. Когда пчела-скаут возвращается в улей, она исполняет особые движения на вертикальной соте. При этом угол ее виляния указывает положение в отношении солнца. Танец может показать направление с удивительной точностью, однако это не абсолютная точность, а скорее ориентированная на солнце навигация. Темп и длительность ее движения сигнализируют о расстоянии. Чем быстрее танец, тем ближе цель. Это неврожденный навык. Молодые пчелы учатся правильному исполнению, наблюдая за более опытными собратьями внутри улья. Такая гимнастика во имя выживания подчеркивает удивительные способности пчелиного сообщества и глубину их коммуникативной системы. Но как такие миниатюрные создания разработали столь сложную форму коммуникации? Ответ на этот вопрос по-прежнему интригует ученых. А таинственная жизнь других существ, скрывающаяся за плотными завесами природы, несет в себе еще больше загадок, чем мы можем себе представить. Восьминоги – настоящие мастера иллюзий и разума в мире морских глубин. Может ли животное, лишенное позвоночника, претендовать на звание одного из самых интеллектуальных существ нашей планеты? У осьминогов около 500 миллионов нейронов, что позволяет им демонстрировать невероятные когнитивные способности. Их уникальная нервная система с мозгами в каждом из восьми щупалец наделяет их способностью выполнять несколько задач одновременно, включая открытие сложных механизмов и решение головоломок. Каждое движение и смена окраски – отработанное за миллионы лет мастерство. Хроматофоры, клетки, отвечающие за изменения цвета и текстуры кожи, реагируют со скоростью в миллисекунды. Необходимо мгновенно исчезнуть из виду, и осьминог меняется на глазах. Но их способности выходят далеко за пределы простой маскировки. Три сердца, острое зрение и способность к РНК-редактированию для адаптации к окружающей среде делают осьминогов настоящими чудесами природы. Они не просто адаптируются, а активно взаимодействуют с миром, проявляя удивительный спектр поведения. Исследования показывают, что эти создания проявляют индивидуальность и различный подход к решению задач. Что скрывается за масками и поведением этих морских загадок? Как они могут сочетать уникальные способности выживать и обучаться в неблагоприятных условиях океана? Задаваясь этими вопросами, мы приближаемся к разгадке иных столь же захватывающих тайн моря, которые лишь ждут момента быть раскрытыми. Дельфины – прирожденные виртуозы звукового искусства. Они производят разнообразные и сложные звуки, которые при исследовании вызывают не меньше удивления, чем музыкальная симфония. Эти морские млекопитающие способны генерировать высокочастотные щелчки с помощью дыхательного отверстия на голове, которые, проходя через специальную жировую структуру, мелан, фокусируются, позволяя слушать окружающий мир. Каждая группа дельфинов обладает своим диалектом, уникальным набором звуковых вариаций, как своеобразные региональные акценты. Их идентификационные свистки – индивидуальные имена, которые они используют для общения и знакомств внутри большой семьи. Зрительный ряд дельфинов становится еще более интересным, когда речь заходит об их локации. Эти животные создают звуки с ошеломляющей частотой от 60 до 90 кГц. Отраженные от объектов волны воспринимаются через нижнюю челюсть и передаются в ухо, что позволяет дельфинам ориентироваться в непроницаемой толще океана. Пченые утверждают, что дельфины обладают развитой когнитивной способностью, что позволяет им обучаться на примерах и проводить сложные манипуляции. Несмотря на долгую историю эволюции дельфинов, их мозг уникален по-своему, но говорить о сравнении сложности между дельфинами и людьми – это упрощение. Звуковые сигналы этих существ не просто изумляют, они открывают нам новые горизонты понимания морской жизни. Пристально изучая эти таинственные звуковые структуры, мы продолжаем наше путешествие по неизведанным водам, где каждая таинственная фраза дельфина делает морскую жизнь еще поразительнее. Однако впереди нас ждет еще больше удивительных открытий под таинственным блеском волн. Муравьи известны своей организованностью, но их поведение иногда может удивлять. Представьте себе эту картину. Тысячи насекомых, следующих друг за другом, образуют впечатляющий муравьиный круг смерти. Это явление, хотя и выглядит завораживающе, на самом деле является результатом сбоя в навигации. Муравьи случайно замыкают круг, следуя за феромонным следом своих предшественников. Во время этих кругов нет заметного центра. Муравьи продолжают двигаться по замкнутой дорожке, которая в редких случаях может достигать диаметра до 365 метров. Такие случаи были зафиксированы, например, в Гаене. Это явление может продолжаться до двух дней, пока участвующие муравьи не погибнут от истощения. Наблюдая за этим своеобразным танцем, ученые стараются понять принципы, по которым совершаются ошибки в коллективной навигации. Это может пролить свет на механизмы взаимодействия и функционирования муравейника. Однако стоит помнить, что такие ошибки в движении приводят к катастрофическим последствиям для участников хоровода. Исследование подобных феноменов важно для более глубокого понимания коллективного поведения социальных насекомых. Теории, выявленные в результате исследований таких муравьиных ошибок, помогают развивать более широкие знания о коммуникации и навигации не только у муравьев, но и в других сообществах живых существ. И пока ученые продолжают изучать эти загадочные и удивительные круги природы, перед нами продолжают открываться новые горизонты познания. Среди густых джунглей Амазонии есть одно загадочное явление, удивляющее исследователей. В центре внимания конкретный вид тропического дерева, а река струм бразильский, чьи яркие, сочные плоды игнорируются птицами. В летописях природы почти не осталось описаний такого массового отказа от пищи столь привлекательного вида. Вокруг дерева нет привычного хлопка крыльев или птиц, наслаждающихся трапезой. Это порождает массу вопросов у специалистов, стремящихся разгадать эту головоломку. Некоторые считают, что в плодах могут присутствовать химические вещества, отталкивающие птиц. Хотя лабораторные анализы не подтвердили наличие явной токсичности, до сих пор продолжаются попытки раскрыть секреты этого растительного мира. Возможно, вредители или микроорганизмы, расселяющиеся в плодах, могли бы быть одной из причин. Однако это всего лишь теория, так как достоверных данных пока нет. Особенно озадачивает поведение птиц, особенно если учесть, что в этих лесах широко задокументировано пристрастие крылатых обитателей к сочным башнам и ягодам. Никто не ожидал увидеть, что птицы, питающиеся плодами в изобилии других тропических деревьев, пролетят мимо, словно не замечая увешанное дарами дерево. Интересно, что плотность популяции птиц в этих регионах может изменяться из-за антропогенных факторов. Искусственные изменения в среде обитания оказывают неблагоприятное влияние на численность птиц, а это, в свою очередь, может внести свою лепту в изучаемое явление. Загадочные события в тропических лесах, как мозаика, складывающаяся из множества элементов, приводят ученых к размышлениям. Могут ли открытия в этой области пролить свет на другие, еще более сложные экологические закономерности и связи? Проникнув глубже в тайны Амазонии, мы увидим, что природа и дальше оставляет нас в изумлении. Впереди ждут еще более впечатляющие открытия. Загадочное поведение коров поражает. Они словно следуют неведомым правилам, выстраивая свои тела вдоль магнитных силовых линий Земли. Наблюдения показывают, что их ориентация различается лишь на 5-6 градусов от точного магнитного меридиана, что указывает на их способность чувствовать слабые магнитные поля. Первоначальные исследования этого явления были проведены с помощью данных платформы Google Earth, показывая нам, что даже такие доступные инструменты могут помочь раскрыть тайны природы. Такой внутренний магнитный компас у коров, хоть и остается загадкой для ученых, подтверждает наличие у млекопитающих механизма, схожего с известной, но еще не до конца изученной навигационной системой птиц. И хотя пока не ясно, где именно в организме коров скрывается эта магнитная мудрость, их способность к такой ориентации не может не впечатлять. Интересно, что факторы вроде солнечного света тоже могут играть свою роль. Наблюдения в Португалии демонстрируют склонность животных ориентироваться на юго-восток, подсказывая, что природа их поведения не всегда однозначно связана с магнитным севером или югом. Важным свидетельством в пользу влияния магнитных полей являются наблюдения за беспорядочной ориентацией животных под линиями электропередач, исказившими естественное поле. Это знание может открыть новые горизонты в понимании сложных взаимодействий животных с окружающим миром. Хотя предположения о том, что это поведение связано с эволюционными особенностями или защитными стратегиями, остаются гипотезами, тайны коровьего магнитного компаса обещают множество необычных открытий. И пока ученые продолжают изучать это явление, природа снова и снова нас удивляет. Но впереди нас ожидает множество других интересных загадок мира животных, которые также стоят своего разгадания. Эти гиганты животного мира поражают воображение своим уникальным умением находить воду в самых суровых условиях. Представьте себе, они могут преодолевать невероятные расстояния, чтобы добыть столь необходимую влагу. В поисках источников воды они совершают путешествие длиной до 70 километров, что кажется невероятным даже для таких массивных существ. Их способность находить воду остается одной из самых интригующих тайн. Хотя обоняние слонов выдающиеся, они не полагаются исключительно на запах, чтобы обнаружить водоемы. Ученые полагают, что слоны используют целый ряд сигналов, сигналов которым они уже научились доверять. Визуальные ориентиры местности, звуки и даже социальные навыки. Дело в том, что опытные старшие слоны передают молодняку своеобразные карты на основе многолетнего опыта, что помогает всем членам стада ориентироваться в изменчивом окружающем мире. Известно, что слоны реагируют на различные вибрации в почве, однако предположение, что они определяют воду таким образом, все еще изучается. И хотя это только гипотеза, она говорит о потенциальной сложности их системы восприятия. Каждый поход за водой является своего рода экспедицией, демонстрируя не только физическую силу, но и интеллектуальные способности этих животных. Их путешествия проходят через пустыни и джунгли, и всегда возвращают стадо к жизненно важным ресурсам. Несмотря на то, что существует множество теорий о том, как слоны находят воду, их секрет еще полностью не раскрыт. Эта загадочная способность остается предметом изучения, открывая перед нами целый мир удивительных возможностей и приводя к мысли, что мы лишь на пороге великих открытий. Мудрость, которой обладают эти создания, продолжает вдохновлять и удивлять нас, подготавливая почву для дальнейшего изучения других феноменальных существ в животном царстве. Лаванда, привлекательная своим ярким обликом и ароматом, манит пчел своим нектаром и пыльцой. Это растение, богатое эссенцией линолилацитата, линолаола и гераниола, известно своей способностью отпугивать различных вредителей. Но на пчел оно действует совершенно иначе, стимулирует их активность. Пчелы охотно прилетают на лавандовые поля, оценив доступные пищевые ресурсы. Эти эфирные масла, создающие узнаваемый запах, делают лаванду настоящим магнитом для опылителей. Вместо ожидаемого избегания, как это происходит с вредными насекомыми, пчелы активно трудятся над сбором нектара, демонстрируя важную роль лаванды в экосистеме как источника поддержания жизни улья. Интересно отметить, что хотя пчелы и находят лаванду привлекательной, их численность может варьироваться в зависимости от доступности других более питательных источников нектара. Однако выбор пчел между различными цветами и растениями – это нечто большее, чем просто предпочтение. Это свидетельство их приспособительной стратегии к изменяющейся среде. Климат и разнообразие флоры также играют свою роль в решении пчел, но их интерес к лаванде остается неизменным. Этот феномен, подтвержденный многими наблюдениями, побуждает нас относиться к пчелам как к мудрым и избирательным существам. Как только мы понимаем их предпочтения и взаимодействия, мы открываем для себя более широкую картину взаимозависимости в природе. И, конечно же, впереди нас ждет еще больше увлекательных секретов, скрытых в мире растений и насекомых. Волки – мастера семейной гармонии, живущие в социально сложных группах, не лишенных порядка и прочных связей. Вопреки устаревшим представлениям об агрессивной борьбе за лидерство, волчьи стаи функционируют как дружные семейные группы. Во главе большинства стай – моногамные пары, родители которой заботятся о своем потомстве, обучая молодняк важным навыкам жизни и охоты. Их повседневные игры, хоть и напоминают детский азарт, закладывают фундамент будущего поведения. Волчата, играя, не только развивают физическую выносливость, но и изучают многообразие взаимодействий, которые будут необходимы взрослой жизни. Эти игровые моменты, больше похожие на реальные учебные сессии, позволяют молодым животным отрабатывать охотничьи навыки и учиться действовать слаженно. Однако стоит помнить, что волчьи повадки не стоит приравнивать к человеческим концепциям стратегии и дипломатии. Сложность их поведения продиктована не политическими интригами, а инстинктивным выживанием и эффективным сотрудничеством ради общего блага. В рамках стаи каждый из ее членов, будь то взрослый волк или юный волчонок, играет свою неповторимую роль. Стая численностью от 3 до 40 особей остается непревзойденным символом природной сплоченности и нежного родства, где каждый шаг, каждый звук упорядочен и исполнен взаимного понимания. Эти обитатели дикой природы, благодаря своим природным инстинктам и семьейному устройству, продолжают удивлять ученых и влекут к себе неустанный интерес, раскрывая постоянно новые грани своих удивительных взаимоотношений. Но у каждого члена животного мира есть свои уникальные способы взаимодействия и выживания, и вскоре мы откроем еще больше потрясающих природных загадок. Морские черепахи удивляют своей способностью ориентироваться в открытом океане, используя магнитную навигацию, основанную на особенностях земного магнитного поля. Это дает им возможность определять свою позицию, ориентируясь на интенсивность и угол наклона магнитных силовых линий, что позволяет им корректировать курс в ответ на изменения окружающей среды. Эти древние путешественницы возвращаются к местам своего рождения для размножения, руководствуясь уникальной магнитной подписью этих мест, состоящей из тысяч небольших индивидуальных точек сравнения и сочетаний. Точность их возвращения несовершенна, но остается на удивление высокой благодаря врожденному биологическому механизму, который ученые только начинают понимать. Пока остается загадкой, как они используют другие сенсоры. Например, возможно ли использование черепахами химического состава воды и океанских течений для облегчения метеорологических условий их долгих путешествий. Эти аспекты находятся в стадии активного изучения, но некоторые исследования показывают, что они действительно могут чувствовать и использовать изменения в среде. Навигационные таланты морских черепах продолжают быть предметом всесторонних исследований, и, несмотря на прогресс, биофизические механизмы их ориентации остаются загадкой. Безусловно, каждый аспект путешествий этих животных просвещает нас новым пониманием о взаимодействиях животных и окружающей среды. И хотя мы уже далеко продвинулись в исследованиях, впереди еще множество открытий, касающихся удивительных существ подводного мира. Каждое движение этих редких рептилий открывает завесу над неизведанной жизнью океана, добавляя красоты и интереса в наш рациональный мир. Мимикрия и маскировка – это одни из самых причудливых адаптаций в животном мире. Начнем с хамелеонов, которые своей способностью изменять цвет поражают воображение. Эти удивительные животные меняют окраску не только ради маскировки, но и для общения и терморегуляции. Они используют это единственное в своем роде свойство для выражения настроения и статуса. И это занимает всего несколько секунд. Переходим к морским конькам, которые мастерски используют морфологическую мимикрию. Они обладают особенностями, позволяющими сливаться с окружением, например, рыбы прикрываются своим телом, имитирующим водоросли или кораллы, что делает их незаметными для хищников. Теперь о каракатицах – настоящих мастерах мгновенной маскировки. Эти существа могут не только менять цвет, но и текстуру своей кожи практически мгновенно. Благодаря хроматофорам, клеткам, изменяющим пигментацию, и иридиофорам и лейкофорам, отражающим свет, их кожа становится живым полотном, копирующим окружающие текстуры. Важно подчеркнуть различия между мимикрией – имитацией другого объекта, и маскировкой – сливанием с фоном. Маскировка помогает прятаться от хищников, в то время как мимикрия может вводить в заблуждение. Эти процессы, по сути, мощные эволюционные инструменты, открывающие ряд удивительных адаптаций. Мы уже много узнали об этих механизмах, но точные модели регуляции пигментных клеток остаются загадкой для ученых. Каждое открытие приоткрывает завесу тайны, стоящей за грациозными маневрами природы. И кто знает, какие еще секреты прячутся за этой неприметной, но удивительной защитой животного мира. Мир остается полон тайных механизмов, которые обещают еще больше открытий в удивительном путешествии по дикой природе. Летучие мыши – мастера ночной навигации, использующие эхолокацию для передвижения в темноте с невероятной точностью. Эти создания издают ультразвуковые сигналы в основном через рот. Однако у некоторых видов, таких как листоносы, звуки идут из носа. Частота щелчков при охоте может достигать 160 в секунду и даже больше, что позволяет им формировать звуковую карту окружающей среды. Эхо от объектов возвращается к их чувствительным ушам, превращая отраженные звуки в детализированную картину мира. Эта уникальная способность позволяет им обнаруживать тонкие звукосигналы или изменения в воздушных потоках, вызванные движением крыльев насекомых. Благодаря такой чувствительности летучие мыши могут ловить добычу с высокой точностью буквально на лету. Сложные комбинации звуков, меняющихся по частоте и продолжительности, делают возможной быструю адаптацию к различным ситуациям. Этот навык не только помогает охоте, но и, вероятно, служит для социального взаимодействия внутри видов. Подобно уникальному языку каждой группы. Поскольку центральная нервная система летучих мышей обрабатывает звуковую информацию почти мгновенно, реакция становится молниеносной. Это позволяет им избегать препятствий и точно направляться к цели. Эти ночные охотники продолжают удивлять ученых своими невероятными способностями, открывая перед нами множество новых загадок животного мира. В мире эхолокации скрыто еще много удивительных открытий, которые ждут своего часа.